Бриар или французская овчарка умен и преисполнен чувством долга, это истинный джентльмен. Он легко обучается, может выполнять различные функции, идти по следу, гнать зверя, служить в войсках в качестве часовых, подвозить грузы, патрулировать, разыскивать раненых. И в то же время эти собаки очень своевольны, им нужно очень много внимания. Требуется ежедневный уход за шерстью. Очень недоверчивы к посторонним. Нужно уметь находиться с бриаром в постоянном контакте. Бриар очень древняя порода, мало изменившаяся в ходе столетий. Похожих овчарок можно увидеть на гобеленах 13 века, а их описание прочесть в документах 12 века. Подробные описания бриаров относятся к XIV и XVI векам. Первый стандарт бриара создан и принят в 1897 году одним из клубов любителей пастушьих собак во Франции. В 1908 году на родине бриаров было основано общество «Друзья бриаров». После Первой мировой войны в 1923 году оно было восстановлено, и в 1925 году увидел свет уточненный и усовершенствованный стандарт породы. В 1975 году американским кеннел-клубом утвержден тот же стандарт с незначительными изменениями. Бриар до сих пор используется как рабочая пастушья собака. Основные моменты и интересные факты. Бриар был признан клубом ЭК в 1928 году и является его восемьдесят первой породой. Бриар – очень старая порода французских рабочих собак. Раньше бриаров использовали для защиты своих территорий от волков и браконьеров, но со временем они стали более мирными пастушьими собаками. В 1909 году было основано французское общество под названием «Друзья бриара», которое в конечном итоге разработало точный стандарт в 1925 году. Бриар изображен на французских гобеленах 8 века. История приписывает как маркизу де Лафайету, так и Томасу Джефферсону привоз первых образцов бриара в Америку. Томас Джефферсон заинтересовался бриарами, когда был министром во Франции. История породы. Своё наименование эта порода получила в честь области во Франции, прославившейся производством сыров бри в шампане, хотя она и не имеет с её развитием ничего общего. Скорее речь идёт об очень стариной породе с многолетним успешным использованием при пастьбе стад, которая значительно позже получила название бриар, чтобы отличиться таким образом от других пород во Франции. Первоначально они были выведены для стада и охраны стад овец, что отличает бриара от тех пород, которые только охраняют, и тех, которые только пасут стадо. Породы, которые просто пстухи, часто меньше по размеру, подвижны и быстры. Породы, которые просто охраняют, обычно крупнее и тяжелее. Бриары использовались во всех типах пастушьих ситуаций, обладая способностью выучить множество команд и выполнять ожидаемую от них работу. На ферме бриар был напарником пастуха, помогая с домашним скотом. Бриар также использовался для перемещения больших стад овец в районах Франции, где летом были обширные пастбища. Ночью они были бдительными сторожевыми псами, защищая пастухов и стадо от волков. В Россию впервые были завезены в конце 1980-х годов. Бриар-клуб России создан в 1992 году. Ежегодно проводится национальная монопородная выставка с приглашением эксперта-породника из Европы. Обычно выставляется 30-60 бриаров. Бриары – редкая порода в стране, в год рождается несколько пометов. Внешний вид. Это крупная собака. Высота в холке 56-68 см 5 мм. Голова длинная и широкая. Длина головы, если мерить от затылочного выступа до кончика носа, составляет примерно 40% от высоты собаки в холке. Губы черные, средней толщины, плотно прилегающие к челюстям. Голова густо покрыта шерстью, посередине естественно распадающейся на пробор. Но шерсть не должна полностью закрывать глаза. Глаза большие, широко расставленные, темные. Уши высоко поставленные, плотные, у основания твердые. Длина уха приблизительно равна половине головы. Разрешаются купированные и некупированные уши. Шея сильная, длинная, хорошо обмускуленная. Грудная клетка широкая и глубокая. Хвост длинный, сильно опушенный. На конце изгибается вверх, держится опушенным, достигает скакательного сустава, по форме напоминает букву J, никогда не поднимается выше линии спины. Шерсть жесткая, сухая, лежит плоско, не спадает длинными, слегка волнистыми, блестящими прядями. Подшерсток тонкий, хорошо развитый. Окрас любой сплошной, кроме белого. Отличительные черты характера. Они могут держаться в стороне от незнакомцев. Новые представления должны быть на условиях собаки, включая мебель или добавление нового ребенка в дом. Они требуют показать, что новое вторжение является дружественным и свободным от конфликтов. Они оказались очень хорошей породой для детей всех возрастов. Эти собаки очень эмоциональны, способны долго плакать после ухода хозяев и с большим энтузиазмом праздновать их возвращение. Поскольку темперамент Бриара подобен многим другим рабочим породам, он не подходит для владельцев, которым не хватает лидерских качеств или не имеют времени, энергии или приверженности выявить лучшее в новом щенке Бриара. Также важно познакомить их с несколькими людьми всех возрастов и в любых ситуациях. Социализация, начиная с очень раннего возраста, является обязательной. Бриаров нужно выгуливать как можно чаще, в самые разные места, чтобы они превратились в разносторонних животных. Бриаров разводили веками, чтобы пасти и защищать свои стада. Для домашних собак их семья — это стадо, и все посторонние могут показаться хищниками. У Бриаров очень хорошая память. После того, как урок усвоен хороший или плохой, знания сохраняются надолго. Иногда они могут казаться решительными и упрямыми, но это лишь некоторые из характеристик Брайер. Их веками воспитывали, чтобы они думали сами и действовали на основании своих выводов, иногда до такой степени, что заранее обдумывали, что будет делать стадо. Даже если Бриар — городской житель, у него есть некоторая степень пастушеской способности. Если когда-либо в течение своей жизни его познакомят с овцами или крупным рогатым скотом, он автоматически начнет заниматься тем, для чего его разводили — пастить поголовье. Он даже будет пасти людей, кусая их лодыжки или руководя головой, чтобы вести их к своему хозяину. Содержание и уход. Бриар будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Чистая свежая вода должна всегда быть в миске. Начните ухаживать за щенком Бриара задолго до того, как ему действительно понадобится уход. Бриара следует расчесывать несколько раз в неделю полностью до кожи с помощью качественной щетки. Использование граблей для шерсти поможет удалить много мертвых волос и уменьшить их выпадение. Количество ванн, которые потребуются Бриару, полностью зависит от его образа жизни и выполняемой работы. Частота может варьироваться от еженедельной до ежемесячной и даже реже. Чтобы быть счастливым, Бриару нужна работа. Это порода, которая жаждет действий. Их жизнелюбие делает их отличными компаньонами для туристов, велосипедистов и бегунов. Им нужна большая, надежно огороженная территория, на которой они могут свободно бегать. Погоня за теннисным мечом, брошенным его владельцем, может помочь Бриар отработать лишнюю энергию, а также дать ему человеческое общение, которое он любит. Здоровье. Бриар в целом является здоровой породой, и ответственные заводчики проверяют свое поголовье на наличие таких заболеваний, как рак, дисплазия бедра, врожденная стационарная куриная слепота, катаракта, дистрофия роговицы, складки сетчатки, гипотериоз, иммунные заболевания, внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и заболевания почек. Обсудите любые вопросы или опасения со своим заводчиком и ветеринаром, чтобы вы могли принимать обоснованные решения относительно здоровья вашей собаки. Цена и как правильно купить. Мода на Бриаров пока обходит нашу страну стороной, что и к лучшему, порода практически не пострадала от коммерческого разведения, а значит и шансы приобрести бракованного щенка сравнительно невелики. Чтобы обзавестись собственным стильным лохматиком, потенциальному покупателю придется основательно поколесить по стране, так как питомники, специализирующиеся на бриарах, имеются далеко не в каждом регионе. Что касается цен на щенков, то в них наблюдается приличный разброс, поэтому заполучить собаку своей мечты можно как за 20 000 рублей, так и за 40 000 рублей. Итог. Бриар – старинная порода пастушьих собак, отличающаяся великолепными рабочими качествами и преданностью хозяину. При правильном воспитании бриары становятся универсальными собаками, способными выполнять множество функций, от охраны скота до нянчения маленьких детей. Любознательны, игривы до старости. Идеальные компаньоны, веселые, жизнерадостные, с высочайшим для собаки уровнем интеллекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова